Многие спросят, а почему семья Лакшиных тогда же, в конце 40-х, и потом все эти годы глухой топкой клеветы, не пыталась доказать непричастность Александра Лазаревича к арестам московских интеллектуалов-правдолюбцев? Пыталась, и не раз. Но что для высоких кабинетных начальников трагедия одного, пусть и гениально одаренного человека, по сравнению с масштабом целой страны? Запреты на исполнение сочинений Лакшина были связаны с идеологическим идиотизмом. Например, его третью симфонию запретили только потому, что она написана на стихи Киплинга. В 70-е годы в Советском Союзе Киплинг считался идеологом империализма. Лакшину предложили компромиссный вариант. Киплинга забыть, а стихи к симфонии пусть напишет советский поэт. Вместо Индии, о которой пишет Киплинг, пусть будет Вьетнам. А вместо английских солдат – американские. И посулили Ленинскую премию. Композитор предпочел правду. У каждого свой крестный путь, который он должен пройти сам. Если только не найдутся те немногие, кто готов помочь нести крест. У Александра Александровича Лакшина никогда не было сомнений по поводу невиновности отца. Но этот крест он продолжает нести и до, и после выхода своей книги. Людям другого поколения, когда изменилось время, когда акценты сместились, когда что-то ушло, трудно возвращаться, трудно и по другой причине. Но вам пришлось возвращаться. Я задумалась вот о чем. Ваш батюшка писал дипломную работу по Бодлеру «Цветы зла». Ваша книга называется «Гений зла». И так или иначе вот это инфернальное зло, которое существует отдельно от человека, и волей-неволей мы все имеем к нему отношение, только кому-то приходится вступить чуть дальше, кого-то оно касается чуть меньше, но мы все, не отдавая себя отчета, живем в пределах этого кокона. И никогда не знаешь, что с тобой произойдет, даже и в наше время, во все времена, в ту или иную секунду. Это близость к такому абстрактному злу. Как вы думаете, насколько это было случайно и не случайно именно в судьбе вашей семьи? Я думаю, что зло растворено. И что так как мой отец был человек все-таки неординарный, то он и столкнулся с системой в большей степени. Но, впрочем, я не могу даже сказать, что в большей степени, просто это приобрело большую известность. Конечно же, нельзя сказать, что он столкнулся в большей степени, чем те, кто погиб в лагерях или там просто сидел в тюрьме. Нет, не в большей степени. Зло коснулось нашей семьи не в большей степени, чем многие другие семьи. Не в большей? Конечно, не в большей. И здесь, пожалуй, что идет такая, знаете, вот эта вот его дискредитация, эта клевета, она умело маскируется под складки местности. Дело в том, что отец был по своим художественным вкусам «Поздний романтик», «Любитель Бадлера», «Цветы зла» и все такое прочее. Это не имеет никакого отношения к органам и репрессиям. И вот, взяв оттуда из цветов зла это зло, слепили некоторую инфернальную фигуру, которая не имеет отношения к художнику никакого. Что я могу к этому вот еще добавить? Это очередной миф, который вы стараетесь опровергнуть. Я попала в ваш дом, я увидела портрет вашего отца. И я всегда думала о том, как черты музыканта, композитора проявляются в его музыке. Вот художник может создать автопортрет узнаваемый, так что каждый, кто посмотрит на этот автопортрет, он скажет, вот это он. А как эти черты личности проявлялись в музыке, в музыкальной интонации? Был ли у вашего батюшки такой музыкальный автопортрет? Я думаю, что среди его сочинений есть вариации для фортепиано, написанные в начале 50-х. И там, по-моему, они отчасти автобиографичны. Там есть эпизод, как человек убегает от тоталитарной машины. Я это понимаю только так. Но где-то что-то присутствует. Но, понимаете, у него было определенное драматическое дарование. У него очень жесткие конструкции его симфоний. То есть форма – это его сильная сторона. И он обращался к стихам разных самых авторов – Шекспира, Пушкина. И мне кажется, что сам вот этот драматический дар, само вот это обостренное чувство формы, оно до некоторой степени противоположно, противопоказано так называемому самовыражению. Композитор Лакшин и Лакшин-человек – это две разные личности. Нет, это не две разные личности. Просто он – это не есть исповедальная лирика. Это не исповедь. Хотя, безусловно, черты своего и всё своё там тоже присутствует. Но это другой тип художника, не лирик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В мае 2002 года в Большом зале Московской консерватории в рамках Международной конференции «Сопротивление» в ГУЛАГе прошёл концерт симфонической музыки, на котором впервые в России был исполнен реквием Александра Лакшина. Он прозвучал в исполнении Государственного академического оркестра имени Чайковского под управлением Рудольфа Баршая. Дирижёр Баршай – один из немногих, кто ни на мгновение не сомневался в том, что все обвинения против Лакшина – это полный абсурд. Баршай считал композитора титанической личностью, благородным, тонким человеком. Дирижёр открыто заявлял, что Лакшин – это одна из самых гигантских фигур в русской музыке. Лакшин – это одна из самых гигантских фигур в России.